К сожалению, уже привычная ситуация сложилась в селе Усть-Калманка Алтайского края. Жители восьмиквартирного дома получили судебные приказы о взыскании с них задолженности по жилищно-коммунальным услугам. И все бы ничего, но они не выбирали управляющую компанию, договоров с ней не заключали. И работников этой компании видели только один раз при установке на дом таблички с адресом. Нас просто как бы уведомили, что есть вот такая компания, что они выиграли этот конкурс, что они будут представлять нам услуги. Мы не составляли с ними никакие договора, как бы ничего. И вообще мы выбрали непосредственно свое управление своим домом. То есть мы сами своим домом управляем. Вместе с тем, управляющая компания регулярно выставляла счета за текущее обслуживание дома, которого, по словам жильцов, не проводила. Более того, жильцы дома еще в 2019 году приняли решение о самоуправлении. Да и зачем платить непонятно за какие услуги, если водопровод они проводили сами. Договоры на водо- и электроснабжение заключены напрямую со снабжающими организациями. Канализация местная, да и обслуживается самими собственниками квартир. Отопление вообще печное. К сожалению, протокол о принятии решения о самоуправлении жилым домом, направленный в соответствующие инстанции, где-то затерялся. В нашем государстве такое случается. Жительница дома, Косымова Валентина Ивановна, узнала о своей задолженности, когда пошла получать пенсию. Оказалось, что вместо 14 тысяч она может получить только 7. Женщина 1947 года рождения, работавшая на вредном производстве, имеющая инвалидность по хроническому заболеванию дыхательных путей. Она вынуждена тратить 5 тысяч рублей на лекарства, две из которых потом компенсирует. Но в остатке 4 тысячи рублей в месяц. Этого недостаточно. И я себе уже не могу ни яблоко купить, не могу себе, ну вообще не могу. Свинину есть нельзя, то что у меня еще печень болит. Но это все связано с этим, с вредным этим цехом. Вот и я это самое. Короче, в этом месяце я на диете, непонятно какой, почти на полуголодной.